Бум новоселья В Капшигае до конца года заветные ключи получат около 200 человек Спорт для всех Новый спортивно-оздоровительный комплекс открылся в Кигенском районе Сколько будет стоить? Аграрий области не гарантирует прежней цены на новый урожай Под крышей дома своего 30 капшигайцев стали обладателями заветных ключей от собственных квартир в рамках программы Ельбасы о социальной ответственности бизнеса Сертификаты на жилье в торжественной обстановке Новоселы получили в подарок от руководства компании Эневерскенкуат Из Капшигае передает Азадж Маханов Осенью прошлого года, в момент открытия солнечной электростанции Компания Эневерскенкуат выделила дополнительно 200 миллионов тенге Средства были предназначены на развитие города Капшигай И вот, сегодня они нашли свое предназначение 30 семей города Капшигай получат квартиры в новом жилом комплексе Если в прошлом году выделили 40 миллиардов тенге на помощь для многодетных матерям В этом году уже заложено 59 миллиардов тенге Многие думают, вот их количество уменьшилось и деньги не хватает Ничего подобного, вот на примере Алматинской области, я хочу сказать Было 40 миллиардов, стало 59 миллиардов Значимо? Не каждая область может Сегодня мы очень рады с вами вместе присутствовать Надеемся, вы будете счастливы в новых квартирах И хотел поблагодарить Аманда Габачева вас с самого начала Мы знаем друг друга почти 30 лет Аманда Габачева работала Акимом Ленинского района в городе Алма-Ата Тогда еще назывался И с первых дней хорошие теплые отношения, деловые отношения Всегда одно предложение звучало от Аманда Габачева Чем я могу помочь, что я могу сделать Поэтому этот проект состоялся благодаря вашей помощи Так что мы очень рады Эта благодарительность, она стала возможной благодаря проекту Солнечной станции, который работает Мы вот в начале сентября говорили Спасибо всем, кто помог нам сделать Аманда Габачев, Полгат Кайнарбеков тоже Аким города оказал помощь Ну и многие из команды Акима области помогали И то, что станции сейчас работают Как раз дало возможность Сегодня сделать это То хорошее дело, для которого мы собрались Большая часть новоселов Многодетные, малообеспеченные семьи И дети-сироты Эта дата – одна из самых счастливых дней В их жизни Мне 17 лет, учусь в вечерней школе В 10-м классе Живу с бабушкой Давно мечтала о своей квартире И вот моя мечта сбылась Мне вручили квартиру Я очень счастлив Очень долго об этом мечтал Мне писать словами – это прям очень Ну я стояла в очереди около 10 лет Буквально вот четвертая уже стояла на очереди Мне позвонили, сказали, скоро дадут Ну счастлива была я Не передать словами Счастье, конечно Как раз двое детей растут Хоть что-то будет Им достанется Какая-то недвижимость Новоселье Капшагайца отметят в мае этого года Тогда дом сдадут в эксплуатацию Сейчас на объекте завершено 70% работ В две смены здесь трудится 80 человек Пятиэтажное здание будет соответствовать всем критериям современного мира Особое внимание – благоустройству двора Предусмотрены детская площадка, спортивные объекты и паркинг Межквартирные перегородки, теплоблока, межкомнатные перегородки У нас сплитерный блок десятки Обещанка очень высокого качества Здесь у нас последние бетоны мы принимаем В доме 70 квартир 30 из них получат социально уязвимые слои населения А оставшуюся половину выдадут по государственной программе Ельбаса 7-20-25 Азаджу Маханов, Жаслан Шинкенжи, телекомпания ЖТСО, Капшагай Еще пять трехэтажных многоквартирных домов возводятся в комплексе Балу-Люкс города Капшагай Ожидается, что новоселье отметят 90 местных жителей В рамках рабочего визита в город Аким Алматинской области Амандык Баталов Ознакомился с ходом строительства объектов Подрядная организация «Термомакс» начала работу в апреле 2017 года Строительство велось в два этапа Самый первый – три дома уже сдали в декабре прошлого года По плану еще два сдадут в конце текущего Упор не только на качество, но и на внешний стиль При строительстве этих домов не использовались кирпичи и материалы из черного металла Как это делают обычно Сделано из оцинкованного металла Металл используем караганинского металлургического комбината Привозим в стрипсы Здесь же в Капшагай все это дело производим Вот это то, что оцинкованный металл на стоимость не влияет? Нет У нас получается проценты на 20-25 дешевле Дешевле? Дешевле За счет мокрых процессов? Да, за счет снижения трудоемкости, штукатурки Внутри мы используем наш Капшагайский гипсокартон Двойной гипсокартон идет Звукоизоляция Звукоизоляция Закладываем базальтовые плиты Вместо того, чтобы использовать кирпич У нас идет 20 сантиметров теплоизоляции Он заменяет у нас практически 7 сантиметров кирпичной кладки Дом построен в европейском стиле Всего здесь 90 квартир Это одно, двух и трехкомнатные Квадратура каждой довольно большая Отдельные сануслы, комфортные и просторные лоджии Амандык Баталов высоко оценил качество строительства объекта И предложил подрядной организации продолжить сотрудничество Возводя аналогичные объекты уже в других районах и городах Алматинской области В маршруте главы региона посещение здания городского отдела занятости и социальных программ Сейчас здесь услуги населению оказывает 94 квалифицированных специалиста В сутки к ним за помощью обращаются более 100 граждан Аким области ознакомился с деятельностью учреждения И побеседовал с сотрудниками центра Амандык Баталов пожелал им плодотворной работы во благо народа Стоит отметить, в прошлом году в Капшигае создано свыше 3000 рабочих мест Количество получателей адресно-социальной помощи достигло 4000 человек В здоровом теле здоровый дух В Кигенском районе свои двери распахнул спортивно-оздоровительный комплекс В день его могут посещать до 800 детей В современном комплексе предусмотрено все до мелочей Подробнее расскажет Адель Ахжаркенова Открытие спорткомплекса – событие долгожданное Посмотреть на новый объект собралось много народу Двухэтажное здание включает в себя большой универсальный и тренажерные залы Классы для настольных игр, а также стадион с трибунами Я занимаюсь боксом 7 лет Раньше мы тренировались в школе А сейчас у нас отдельный зал для бокса, тренажеры Я очень рад, что в нашем районе есть такой большой спорткомплекс Спортивная школа построена при поддержке руководства области На ее строительство было выделено 621 миллион тенге Молодые спортсмены из 12 сельских округов смогут тренироваться здесь бесплатно В настоящее время здесь обучают по 8 видам спорта Это греко-римская борьба, тогус-кумалак, баскетбол, волейбол, борьба, бокс, футбол Также помимо детей, жители тоже могут здесь заниматься в вечернее время В целом в районе около 10 тысяч человек занимаются спортом А это 30% от численности населения Синоптики в нынешнем году обещают раннюю весну Аграрии практически готовы к посевной Но не гарантируют прежние цены на новый урожай Поскольку стоимость даже удешевленных горюче-смазочных материалов На порядок выше прошлогоднего показателя Наш корреспондент Евгения Присяжная узнала ситуацию Ежегодно казахстанские сельхозпроизводители На время весенних полевых работ обеспечивают дизельным топливом По цене ниже рыночной Это становится возможным за счет прямых отгрузок горючего Минуя заправочные станции Если в прошлом году за тонну дизелевого топлива Нашим сельхозпроизводителям было выделено в пределах 198 тысяч тенге за тонну А если ее перевесили на литрах Соответственно с накладными расходами оператора Цена дизельного топлива на станциях разлива У нас составляла 183 тенге В этом году предварительно весенние полевые работы Стоимость дизельного топлива будет составлять 192 тысяч тонн за тонну Соответственно на станциях разлива Это где-то порядка 179-178 тенге за литр будет доставляться Для сельхозотрасли топлива один из определяющих факторов Поэтому рост всегда ощущается болезненно Цена на ГСМ сидит везде В удобрениях, семенах, уборке урожая, производстве и транспортировке продукции Когда цена на топливо поднимается То у фермеров сокращается выручка А продажи продукции могут быть на грани рентабельности И это при том, что государство поддерживает крестьянские хозяйства Субсидиями для приобретения гербицидов, минеральных удобрений, семян и прочего Выделяется льготная солярка, субсидированная солярка со стороны государства В прошлом году мы в район завезли для пассивных и для уборочных работ 3500 тонн льготной солярки В этом году мы заявку подали на 3600 тонн по аллакулю для проведения весеннеполевых работ Для этого, значит, на сегодняшний день проводится тендер управления сельскохозяйством Алматинской области И цена будет там установлена У нас заявка подана В этом формате государство поддерживает сельскохозяйство Рост стоимости горючего запускают инфляционные процессы От которых в первую очередь страдают сельхозпроизводители В процессе общения с главой крестьянского хозяйства Нива Александром Авдеевым Прояснились актуальные проблемы аграриев региона Вот эта вот заявка, она нам немного дает снижение Ну там на 10-5 тенген, но это тоже не выход из положения Почему? Если сравнить 4-5 лет тому назад солярка была 80 тенген Сейчас она 181 тенген, не только солярка На 20-30% ежегодно запчасти дорожают, гербициды дорожают, удобрения дорожают Потому что мы сейчас уже хлеб едим почти что один разрыхлитель Если раньше булка хлеба весила по норме килограмм, то сейчас она весит 400-450 грамм Без сомнения, производители закладывают цены на энергоресурсы в стоимость своей продукции Это и служит главной составляющей роста инфляции К примеру, заметно поднялась стоимость одного килограмма пшеничной муки первого сорта С января 2018 года к началу нынешнего на 25% Рост цен на белокочаную капусту в первой декаде 2020 года Увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% В среднем цены за два года поднялись на 15% Чего не скажешь про картофель, морковь и репчатый лук Отмечается тенденция снижения стоимости этих социально значимых продовольственных товаров На талдыкурганских рынках В любом случае население испытывает на себе итоги топливной лихорадки В Талдыкургане прошел семинар-соовещание по вопросам внесения изменений в законодательство о государственных закупках Которые вступили в силу с 1 января текущего года Организатор мероприятия – Управление внутреннего государственного аудита Внесенные изменения касались внедрения электронного магазина, электронного депозитария и другого Это способствует внесению корректных данных и исключает возможность потенциальным поставщикам предоставления недостоверной информации Семинар проведен в формате вопрос-ответ В нем приняли участие представители различных управлений и ведомств Талдыкурганского региона Государственные органы закупки, не превышающие 100-кратные месячные расчетные показатели Именно касаемо товаров, могли приобретать из одного источника путем прямого заключения договора С 1 января 2020 года данные закупки проводятся непосредственно через электронный магазин Продолжаем выпуск В гостях хорошо, а дома лучше Проблемы репатриации обсуждали сегодня в областном центре На базе Дома дружбы прошел круглый стол с участием представителей Фонда поддержки соотечественников от Андастар, Хора, Алматинского областного филиала Всемирной ассоциации казахов Миграционной службы и заместителей Акимов Аксузского, Куксузского и Ескельдинского районов В рамках семинара-совещания были подняты вопросы предоставления гражданства Приобретение жилья и трудоустройства репатриантов Пришедшие на встречу переселенцы смогли получить юридическую консультацию И развернутые ответы по всем волнующим их проблемам Как было отмечено в ходе круглого стола В связи с поручением Ельбаса Нурсултана Назарбаева На пятом всемирном курултае казахов В республике в 2018 году был создан фонд от Андастар Хора В этом году при фонде открыты центры поддержки соотечественников Ежемесячно в такие офисы обращаются около 200 человек Все они получают необходимую помощь Центр поддержки начал функционировать и в Талтыкургане Во-первых, так как открылся центр Мы приехали посмотреть за этот месяц Какие мы получили результаты Во-вторых, мы хотели также изучить Мы, так как находимся в центре, в Астане Хотели бы углубиться в проблемы местных репатриантов То есть из их уст услышать, какие проблемы Миграционная полиция, возможно, что-то недорешает Мы стараемся через центральные госорганы Повлиять на это и до конца, так сказать, разрешить эту ситуацию И, в-третьих, хотели посмотреть, какие органы сегодня работают с репатриантами Хотим наладить с ними контакты, прямую связь В продолжении выпуска другие интересные события Оставайтесь с нами Первоочередные задачи Областной филиал партии «Нуратан» поделился планами на текущий год Память народа Республиканскую эстафету «Мы, наследники победы» Подхватили тысячи толкурганцев Спортивный результат Копилка Алматинской области пополнилась сразу пятью наградами Спортсмены привезли медали с международных и республиканских состязаний Развитие Алматинской области – приоритет филиала партии «Нуратан» Представители ведущей фракции выясняют сдерживающие факторы роста благосостояния населения И ведут поиск решения проблем Об этом рассказал первый заместитель председателя филиала партии «Нуратан» по Алматинской области Жан-Булат Джоргенбаев, делясь с планами на текущий год Так, в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева Выйдет сборник из 175 томов В нем будут собраны произведения поэтов разных времен Намечены мероприятия и по празднованию 1150-летия Альфа-Раби В целом деятельность партии охватит все сферы деятельности Отметил Жан-Булат Джоргенбаев Работаем конкретно по шести программам В плане помощи многодетным, малоимущим семьям И конкретные шаги в плане оказания материальной помощи нуждающейся В гостях у Абая Кунанбаева Поэтому родители недолго думали с моим именем, говорит Абай С раннего детства есть тяга к литературе, особенно к трудам великого предка казахской степи Есть даже стихи и песни собственного сочинения Талант есть, хоть и в маленьком объеме Возможно, повлияло имя, делится он Нелегко носить имя и фамилию великого человека Всегда стоит груз ответственности И так со школьных лет Когда учителя призывали соблюдать порядок Говорили о том, чтобы я соответствовал своему имени Поэтому это сильно повлияло на меня, как становление личности Бывало и такое, когда сотрудники дорожной полиции останавливали меня И узнав, как зовут, отпускали меня А теперь попал на телевидение Абай занимается крестьянским хозяйством Воспитывает троих детей И у каждого из них своя семья Семеро внуков часто навещают дедушку с бабушкой Мы с ним проучились все 11 классов Знаем друг друга всю жизнь В браке 38 лет Если честно, люблю реакцию людей Когда узнают, что супруга зовут Абай Кунамбаев Мы постоянно изучаем мировоззрение великого Абая И передаем имеющиеся знания своим детям С детства отец у нас воспитал любовь к литературе Мы выросли на произведениях великого Абая Его произведения я сейчас считаю своим детям Тем самым мы проявляем уважение и почет деятельности Абая Кунамбаева Худший человек из числа людей Человек без стремлений Говорил философ Абай Поэтому однофамилец из Искельдинского района Во главу угла ставит нравоучение предка Помним и чтим В Талдыкургане более тысячи человек приняли участие в республиканской эстафете Мы наследники победы Цель акции отдать данное уважение и сохранение памяти о великом подвиге казахстанцев Участвовавших в Великой Отечественной войне Напомним, в этом году исполняется 75 лет победы советских войск над фашистами Их подвиг жив, неповторим и вечен Советские войска продемонстрировали всему миру свой дух и несгибаемую волю к победе Заявляют участники республиканской эстафеты Благодаря героизму и мужеству отцов, дедов и прадедов Сейчас мы живем под мирным голубым небом А потому необходимо помнить и чтить память каждого фронтовика и таловика Отмечают собравшиеся Главным атрибутом эстафеты стала копия боевого знамени 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени легендарного генерал-майора Панфилова Ранее она была 316-й стрелковой Сформировали ее в августе 1941 года в Алматы Копия боевого знамени имени Панфилова Которая прошла путь от Москвы до Берлина 5 февраля данная копия боевого знамени побывала в городе Алматы В городе Ясык В поселке Узунагаш В поселке Каракимир Также планируется Сейчас после нас оно пойдет в город Тарас И далее по плану Сперва обойдет весь южный регион И далее другие регионы В данной акции приняли участие более тысячи человек Приняли участие Военнослужащие национальные гвардии Сотрудники органов внутренних дел А также приняли участие школьники Помимо торжественного марша и возложения цветов В рамках эстафеты в стенах Талдыкруганского дворца культуры Инициировали книжную выставку На ней представлены как художественные, так и научные труды о войне Надо как можно чаще вести работу с молодежью Проводить круглые столы и открытые уроки Чтобы воспитать в молодежи патриотизм 75 лет победы – это большая дата Которая должна ежедневно, ежечасно, ежеминутно Учить молодых людей дорожить той свободой Победой, которая досталась нам нелегкой ценой Мы планируем проводить встречи школьников и студентов с ветеранами Чтобы молодежь узнавала все из первых уст Неотъемлемой частью эстафеты является посещение ветеранов Громко и эффектно служащие нацгвардии Прибыли в гости к Алтынай Избулатовой Звуки военного оркестра во дворе жилого дома Где живет легендарная паровоз АПА Стали неожиданностью для многих жильцов Саму героиню военные марши и песни несказанно порадовали Несмотря на свой почтенный возраст – 98 лет Алтынай Избулатова чувствует себя достаточно бодро Пришедшим гостям она рассказала о событиях военного периода Будучи машинистом поезда, ветеран доставила в Москву Порядка 1200 военнопленных, вспоминает она Наши воины поистине отважные и смелые Благодаря их духу мы и одержали победу Хочу сказать, что даже самый плохой мир лучше, чем война Столько людей погибло тогда Надеюсь, такого больше не повторится никогда События тех лет никогда не вылетят из моей памяти Помню победу я встретила в Франкфурте на Майне Новость об окончании войны вызвала самые неописуемые чувства Спасибо большое тем, кто не забывает о нас, о ветеранах Мне очень приятно Желаю всем счастья, здоровья и мирного неба над головой В рамках республиканской эстафеты копия боевого знамени легендарной панфиловской дивизии Побывают во всех областных центрах и городах республиканского значения Общая протяженность акции составит более 11 тысяч километров пути В ходе акции пройдут около 70 встреч с ветеранами и свыше 50 концертных программ Не потому и так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Победное возвращение Казахстанские велосипедисты заняли третье общекомандное место на чемпионате Азии по маунтинбайку Проходивший в Таиланде в провинции Шани Рей Среди призеров и спортсмены Алматинской области Денис Сергеенко и Дамир Турсунгали Копилку Казахстана велогонщики пополнили двумя медалями Наша съемочная группа встретилась с призерами азиатских игр Серебряным призером чемпионата Азии стал Денис Сергеенко В дисциплине кросс-кантри Олимпик спортсмен финишировал вторым Отрыв от бронзового призера составил 3 минуты А общее время гонки 1 час 26 минут 44 секунды Как признается 19-летний парень, гонка была сложной Так как совсем недавно перешел в класс андеров Было тяжело гонку ехать, стартанули Было очень тяжело Потом вроде отъехали Ну и стало чуть полегче Ну и японец, ему было тяжело, который ехал впереди меня Потом ему стало тяжело Я поехал вперед догонять китайца Ну и так и не смог догнать И был, сфинишировал второй Из Алматинской области за сборную Казахстана выступал также Дамир Турсункали В первый же день чемпионата в смешанной эстафете его команда завоевала бронзовые награды В ее состав вошли Адиль Шакиров, Тимирлан Мухамедьянов и Алина Сарковова Золото соревнований завоевали спортсмены из Японии А на второй строчке расположилась сборная Таиланда Мы сначала проходили сборы в Турции Был жесткий сбор Примерно 10 дней тренировались в Таиланде Посмотрели трассу Все было хорошо И 1 февраля в эстафете мы заняли третье место Следует отметить, после чемпионата Азии Спортсмены сразу же отправились в Шимкент На зимние старты По итогам которых Денис Сергеенко завоевал второе место В дисциплине кросс-кантри шорт-трек Дамир Турсункали удостоился в двух вида гонки Серебряной и бронзовой медали Итого копилка Алматинской области пополнила сразу пятью наградами Сегодня спортсмены вернулись домой Их встретили тренеры, руководство спортивного управления И представители Федерации велоспорта Теперь велогонщиков ждет небольшой отдых А затем многочисленные сборы Алексей Цой, Жекур Манбаев, телеканал ЖТСУ, Талду Курган Это была вся информация к этому часу Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова